Говорят, что бывших президентов не бывает. А вот бывшие как бы президенты существуют. Так вот, Дмитрий Медведев пытался совершить самоубийство. Медведев человек, который тяжело бухает. В этом состоянии можно все, что угодно. Именно в состоянии алкогольного опьянения и с пистолетом в руке Медведева якобы обнаружил охранник и убедил его отдать пистолет. А уборщица нашла пять вариантов предсмертных записок, в которых Медведев написал, что ему надоело быть куклой. А в своей смерти он винит Путина и его ближайшее окружение. Должно быть, все это время Дмитрий Анатольевич копил себе обиду. Обиду на всех и вся. На Путина, который воспользовался им во время рокировки и вышвырнул из правительства. На партию «Единая Россия», который и в грош его не ставит. А когда-то обиженный весь мир, то как по Достоевскому, готов на любые крайности и подлости. Я не удивлен этим слухом. Но сам факт выявления подобных слухов, он, конечно, распространяется изнутри России и распространяется как результат внутрикремлевских склок и борьбы за власть. Ни для кого не секрет, что Медведев всегда был путинской марионеткой. Он и к власти пришел благодаря Владимиру Путину. Это очень важно. Внимание со стороны президента. Спасибо еще раз за рассмотрение этих приглашений. Ради Путина он, конечно же, отказался даже от попытки выдвигаться на второй президентский срок. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Когда убрали с поста президента, и он с этим согласился, он еще тогда сорвался в эту долгую спираль пьянства. И он, будучи премьер-министром, очень часто не приходил на работу, именно по этой самой причине. И стал покорно принимать специально выдуманные для него должности. И даже в какой-то момент стал чуть ли не придворным шутом. Let me speak from my heart in a Russian. Apple напрягся, в общем. Apple после нашего смартфона. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В 1932 году, я сам, когда, помню, выступал в Государственной Доме, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. И все это время Медведев жил с надеждой, что в скором будущем снова вернется к реальной власти. Он мог себя утешать о том, что я вернусь, и вы еще знаете, что вы недооценили мой китрый план, а я вот буду, я вот еще делаю, я еще скажу. А если это и уходит из рук, ну, тогда, конечно, зачем жить? Естественно, когда Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, Медведеву пришлось публично высказаться, ведь от этого зависела его жизнь. Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Политический неудачник, на котором уже поставили крест, всеми силами пытается доказать Путину свою полезность, ведь он чувствует, что от этого зависит не только его карьера, но, возможно, и свобода. И высказываться он начал не то, что жестко, а даже, скажем прямо, неадекватно. В своих соцсетях и последних интервью он сыпет потоки явно недипломатических угроз и прямых оскорблений. Иногда, может быть, там вещи преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию, граждане нашей страны и вообще граждане других стран от политиков на понятном, простом языке. Но уже все заметили, как бывший президент и премьер-министр, за которым закрепилось прозвище «жалкий», изо всех сил старается выглядеть брутальным альфа-политиком. Вот только малая часть глупостей, которые Дмитрий Анатольевич наговорил и написал. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Вылезла мурлу, которая характеризует поведение того или иного гражданина, упражняющегося в русофобии. Это же и у нас останется, мы об этом тоже помнить будем. Не забудем никого, кто это сделал. Медведев так сильно лез из кожи вон, потому что надеялся. Именно он однажды вернется в президентское кресло. Но оказалось, что такая цель не у него одного. Ну так давайте на землю опустимся все. Сейчас между Медведевым и Кириенко идет такое вот неформальное соревнование. О том, кто из них главный преемник Путина. И поскольку Медведев явно проигрывает, то, конечно, он сильно на эту тему беспокоен и печален. Эксперты утверждают, что такое неадекватное поведение Медведева показатель глубокой депрессии, которая и стала причиной попытки суицида. Именно результат глубокого психологического кризиса, который переживает этот человек, его в чем-то, может быть, даже и жалко, потому что с ним связывались очень большие надежды в России у очень многих представителей прогрессивных слоев общества. А он все прострал. И ему про это постоянно пишут и говорят. Он же, в отличие от Путина, читает соцсети. Поэтому он весь этот поток хейта воспринимает. Но суицид не удался. А вот все написанные и сказанные Медведевым оскорбления в адрес Украины точно не останутся безнаказанными. В этом мире все теперь протоколируется. За каждым из нас тянется цифровой след. Об этом должен думать каждый, кто пишет разные гадости. Очень скоро Дмитрию Медведеву, как и всей кремлевской верхушке, придется отвечать за совершенные российской армией преступления в Украине. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok